Я задумываюсь иногда. Насколько я в детстве был неприхотлив в своих мечтах. Я мог мечтать практически обо всем, чего у меня не было. О том, что для многих других людей могло быть безделушкой тогда и настоящим абсурдом сейчас. О том, о чем теперь никто даже не успеет помечтать, имея смартфон или комп. Даже нынешние дети в том же юном возрасте, в каком был я, покрутят пальцем у виска, если сказать им, что однажды ты был вне себя отчасти только потому, что твой друг принес тебе вырезку из газеты на две строчки с именем твоего любимого музыканта. Едва ли они могут представить, что крохотная синяя шариковая пулька для воздушного пистолета была тебе чуть ли не дороже самого пистолета и только потому, что она синяя, а не розовая. Едва ли они смогут поверить, что ты готов был не спать всю ночь, чтобы вновь посмотреть серию фильма, которую до этого видел уже несколько раз. Мечты ребенка, несомненно, под властны времени и обстоятельствам. И даже понимая, что так было со всеми поколениями, ты все равно не перестаешь этому удивляться. Когда мы вырастаем, на смену былым мечтам и радостям приходят воспоминания о них, которые продолжают хранить в себе эмоциональное зерно. И если его немного полить, то оно может снова дать всходы. И недавно, размышляя об этом, я нечаянно обрушил целый ливень на эти зерна. Они заколотились и стали требовать внимания. Так что это просто Memories, в котором я просто расскажу вам то, что помню. Субтитры создавал DimaTorzok Черепашки-ниндзя. Это то, чем было пропитано все пацанское детство в 90-х. Они были везде. В игрушках, в книжках, в комиксах, в играх, в фильмах, в мультиках, в жвачках. В моей жизни было все это в той или иной степени. И для меня это были самые любимые мультипликационные герои. Впервые познакомился с этой зеленой четверкой, когда мне было года четыре или может быть пять. Это был, получается, был 92-93 год. Как раз примерно в то время официально этот мультсериал начали показывать на канале 2х2. В конце 93 года начался премьерный показ с полнометражными приключениями начинаются и дальше четвертые и пятые сезоны. Но в моих краях 2х2 не ловил. Вместо 2х2 у нас было немало региональных каналов, которые, наверное, были во многих областях страны. И у меня, во сколько я себя помню, дома всегда по телевизору было кабельное. То есть были кабельные каналы. Телевизор Photon был рассчитан только на шесть программ, но кабельных каналов, как я позже уже понял, было больше. И многие каналы не вмещались в эту сетку и нужно было что-то выбирать. И мои родители выбрали центральный 1-2 НТВ. Потом у нас был региональный канал «Южный регион», по которому позже ретранслировали ТВ6. На пятой кнопке был 35-й канал ростовский, который по утрам показывал нашу ростовскую студию «Теле-Х», которая, кстати, и ретранслировала многие программы с канала 2х2. А по вечерам показывал канал «Донта-Р». Поэтому 35-му это всякие там ростовские новости, иногда фильмы в одноголосых переводах, ну и так далее. Вот. А на шестой кнопке был региональный канал 38-й, который носил под заголовок «Альтернатива». И я помню, что этот 38-й был ни хрена себе каким-то крутым каналом, потому что в наших ростовских газетах на неделю всегда была полная телепрограмма с различными ростовскими каналами, а 38-го среди них почему-то не было. И для 38-го канала отдельно в ростове выходила своя газета, которая называлась 38-й канал «Альтернатива». И только там показывали, только там печатали программу на этот самый канал. Там показывали очень много фильмов, как российских, так и зарубежных, естественно, в одноголосках. Не помню, чтобы там показывали мультики, но судя по всему, именно на этом канале в далёком 92-м, 93-м году я впервые увидел «Черепашек-ниндзя». Всё, что я помню с того показа, это то, что показывали по нескольку серий в день подряд, а может быть по 3, по 4, по 5. И то я это помню только потому, что заставочная мелодия этого мультфильма мне очень запомнилась от того, что она постоянно повторялась, прям постоянно. И в конце этой заставочной мелодии Диптор всегда произносил название «Черепашки-ниндзя, рыцари в панцирях». И ДДАш, и МДУБЛЬС представляют «Черепахи-ниндзя, рыцари в панцирях». Больше я не помнил ничего с того показа. Я тогда никак не мог запомнить имена «Черепашек-ниндзя», я постоянно их путал, и ничего не помню о сюжете. Мне было очень мало лет, и я не особо вникал в те годы в сюжет этого мультика. И всё, что я запомнил с того показа, это эту самую фразу «Черепашки-ниндзя, рыцари в панцирях». Когда уже впоследствии этот мультсериал, многократно показывали у нас по 35-му, многократно показывали по РЕН-ТВ, по ТНТ, только примерно лет через 15 с того момента я, собственно, и узнал, что этот показ был инициирован нашей ростовской студией, скорее всего, вот с такой вот видеокассеты, изданной в 92-м году компанией «Виста Хоум Видео», от которой я тоже ничего не знаю, выпускали ли они что-нибудь ещё. На обороте этой кассеты есть записи с мультфильмом «Денвер», но из «Черепашек-ниндзя» здесь даны первые три серии второго сезона. То есть как раз-таки те серии, которые шли сразу после панометражки «Приключения начинаются». Итак, видите, именно здесь и значится этот самый подзаголовок «Рыцари в панцирях». Специально для этого издания делался свой собственный дубляж на основе французских версий мультика, и его по телевизору показывали на моей памяти вот только тогда, по 38-му каналу, в 92-м или, может быть, в 93-м году. И это всё, что я помню от своего знакомства с этой «Зелёной четвёркой». Впоследствии, как я уже сказал, «Черепашки» появились везде. Начался мультсериал, уже, так можно сказать, на официальной такой позиции. Наш ростовский 35-й канал «Теле Икс» каждое утро в 9 часов утра, по будним дням пускал в эфир по две, а то иногда даже везло по три серии мультфильма, которые были именно позаимствованы с телеканала «Дважды Два». На самом деле «Черепашка-ниндзя» — это был не единственный мультфильм, который переехал с «Дважды Два» на 35-й «Теле Икс». Они показывали много чего, что шло по «Дважды Два», вот, но также они показывали много того, что выходило на видео. Я никогда не видел мультсериал «Черепашка-ниндзя» в одноголосом переводе в детстве, вот, и никогда не видел видеокассет с этим мультфильмом, потому что «Видика» у меня в детстве не было до самых 2000-х годов, вот, и всю вот эту вот огромную пачку изданий от «Ли Катеренбург Артс», которые как раз выпускали всё, что могли выпустить из мультсериала, практически, не знаю, полные первые семь сезонов они выпустили, я это всё не видел, вот. Вот, и для меня именно показ по 35-му каналу был единственным в детстве, где я мог этот мультсериал посмотреть. Благо, он повторялся регулярно. Начиная где-то с 94-го года, он шёл, ну, во-первых, он шёл долго, пока прокрутят весь 4-й, 5-й, 6-й, 7-й сезон, и они появились чуть позже. Он шёл примерно полгода, потом был перерыв где-то, может быть, на полгода, на год. Я помню, что я очень долго программки выискал, когда же снова по 35-му начнут показывать черепашек, и это не заставляло себя долго ждать. На моей памяти таких показов по утрам было, может быть, штукой 3, и все они неизменно начинали с полнометажки «Приключения начинаются». Должен сказать, что тот самый дубляж, который сделали на студии «Дубль» по заказу телеканала «Дважды два», я вообще считаю эталонным мультипликационным дубляжом из всех, которые создавались в 90-е годы. Безусловно, были свои шедевры, безусловно, не отнять крутоты и мастерства у дубляжа «Диснеевских мультфильмов», как «Чиппедейл», как «Утиные истории», но, чёрт возьми, то, как озвучили на «Дважды два» этот мультсериал, всего лишь пять человек, Всеволод Абдулов, Александр Клюквин, Вадим Андреев, Виктор Петров и Элеонора Прохницкая, которая озвучила «Эйприл» и являлась режиссёром дубляжа, это просто, как минимум, на несколько голов переплёвывает оригинальную озвучку этого мультсериала на английском языке. Даю вам голову на отсечение, что никто бы в те времена так не заморачивался с озвучкой, с таким вживанием в роли, с таким подбором темпров голосов в Америке, как заморочились у нас тогда. И вот хотя бы то, как Александр Клюквин, которого мы многие знаем по замечательным ролям в сериале «Альф», в сериале «Коломбо», то, как Александр озвучил многие роли в этом мультфильме, включая «Бивопа», вот «Бивопа» никто никогда не повторит так, как сделал он, потому что все остальные актёры, которые пытались его озвучивать, им приходилось как-то играть, им приходилось прихрюкивать как-то, чтобы изобразить, что ты озвучиваешь свина. А Клюквин, он просто смог сделать такой вот хрюкающий голос сам по себе. Ему не надо было прихрюкивать, ему не надо было что-то выжимать, он просто так поменял до неузнаваемости свой голос, что он у него реально получился свинским в хорошем смысле. И то, как он озвучил «Бивопа» и массу ролей в этом мультфильме, это, я считаю, чуть ли не его лучшая работа в «Дубльжее». «Иди сюда, Слэш! Папа хочет познакомить тебя с другом!» «Где сироп? Быстрее мы должны полить его им!» «Слэш, куда ты спрятался?» «Эта штука должна помочь, он её любит!» «Слэши, слэши, на-на-на-на-на-на!» «Видишь, это то, что он любит больше всего на свете!» В 1994-1995 годах у нас активно продавали различную жевательную резинку, и я в то время очень сильно хотел собрать всю коллекцию наклеек терминатора, но вместе с этим я очень хотел также собрать коллекцию наклеек черепашки «Ниндзя», которые продавали вот в таких вот аналогичных маленьких жевательных резинках от «Данкин». Но это всегда казалось совершенно невыполнимой задачей, даже по сравнению с терминатором, потому что наклейки, которые попадались мне в коллекцию, у них были номера примерно 85, 99, там 76, и ты такой сидишь и думаешь, ах, нет, и где я должен найти предыдущие, значит, 80 номеров, если мне не попадается ничего ниже, там, 70-го. Вот, и поэтому для меня эта затея сразу была обречена на поражение, и я просто собирал те наклейки, которые мог. Но, тем не менее, всё равно терминатор очень доминировал, и всякий раз, когда мама давала немножко денег на жвачку, я всегда убирал исключительно терминатора, потому что там попадалось очень много повторов, но там было хотя бы около 50 номеров, а не около 100, и собрать её задача выглядела реальней. Вот, но каково было моё удивление, когда многие годы спустя от многих своих друзей и знакомых я узнал, что жвачек, вообще, да не только жвачек, наклеек различных по черепашкам ниндзя в 90-е, прямо у нас в Ростове, можно было найти самую огромную массу разных. Я вот на этих самых ларяках, недалеко от дома, встречал вот только такую данконовскую жвачку, и больше ничего подобного. Вот, но потом мне кое-кто из друзей подарил такой вот альбомчик, старенький, альбом для рисования, который заполнял различными наклейками черепашек ниндзя, как видите, здесь как раз на обложке изображены те самые наклейки из данконовской жвачки, самый ранний здесь номер датирован 58-м, самый поздний – 91-м. Я позже узнал, что в серии от Данкена действительно номера шли с 50-го, то есть у Данкена была не одна серия, но у нас продавали только вторую. Первую серию я никогда в продаже не видел. Вот, а помимо этой самой данконовской жвачки, а обладатель этого альбома заполнял ее такими наклейками, которые ими никогда в жизни не приходилось видеть. Помимо Данкеновской серии и наклеек, которые нужно было вклеивать в альбом для наклеек по Нине, который появился у нас в продаже позже, здесь, как видите, встречаются различные контурные наклейки черепашек ниндзя, как большие, так и маленькие. И я не представляю, откуда они все здесь взялись, и если бы я в детстве имел какое-то понятие, что это так много разных, я бы, наверное, упрашивал маму очень сильно прошерстить различные торговые точки, чтобы найти такие интересные наклейки. Здесь реально есть маленькие, здесь большие, здесь блестящие. Вот эти наклейки я вообще не представляю, откуда. Но, судя по всему, какие-то были вырезаны вручную, а какие-то нет. По крайней мере, вот эти вот маленькие точно были вырезаны из вкладышей. Я знаю, что у нас продавали где-то именно черепашек ниндзя со вкладышами, но мне они в продажу не попадались. Но позже я их у друзей стал замечать. Вот видите, аналогичные наклейки с предыдущим, но с блестящим фоном. То есть тоже контурные, но блестящие. Если вы такие где-нибудь встречали, напишите в комментариях, откуда они мне будут очень интересно узнать. А эту сцену из видеоигры, я думаю, вы все узнаете. И так их, поверьте, здесь будет еще немало. Вот полюбуйтесь, какая красота. Вот это действительно были, наверное, такие большие альбомные листы, в которых были наклейки вырезанные по контуру. Я бы обзавидовался любому из своих друзей, у кого бы увидел такие в детстве. Но, слава богу, я не видел. Я их увидел только в этом альбоме, который достался мне уже в конце 2000-х годов. Ну, а тут, короче, все, полная куча малая. Все, что не поместилось на предыдущей странице, все пошло сюда. Вот это, вообще, это, походу, какие-то наклейки на тетради. Помните, раньше разные были способы украшения школьных тетрадей? И продавали к ним наклейки. Я помню, что продавали, но не помню, что были по черепашкам ниндзя. Собственно, вот их надо было наклеивать на тетрадь и писать здесь свой класс, свое имя, предмет школьный и так далее. В общем, очень крутая коленция и очень разнообразная, которая открыла мне в свое время глаза реально на то, чего я был лишен. Я действительно был, знаете, очень многого лишен касательно черепашек ниндзя. Например, я очень мечтал о фигурках, об игрушках, чтобы можно было своими любимыми героями играть. У меня были различные кооперативные солдатики, были машинки, но у меня никогда не было в детстве, ну, до определенного момента, не было черепашек ниндзя. И, например, какая-нибудь вот такая вот игрушка для меня была бы просто пределом мечтаний. То есть, видите, да, полный рост, движущиеся руки, крутящаяся голова. Да, пускай сзади, может быть, какие-то странные выемки, видимо, для литья этой фигурки, но, тем не менее, она выглядит очень круто. Я бы даже был доволен, если бы у меня был как бы, ну, вот такой экземпляр, где тоже крутящиеся руки, зеленая черепашка в панцире, да, все как полагается. Но нет, максимальное, что мне удавалось найти в продаже, это вот это вот. Вот такие подобные черепашки ниндзя, это максимум, что можно было приобрести в тех самых торговых точках, где проживал я. У меня была такая вот фигурка, правда, не черная, а красная, но именно вот такой формы, которая совершенно не гнется, ни в какой части. Вот. И я был, вы не представляете, я был страшно рад, что она появилась. Просто однажды мама пришла с магазина и принесла мне вот такую вот черепашку, ниндзя красненькую. И я такой, ну, наконец-то, наконец-то у меня с черепашкой. И, слава богу, я не видел в глаза вот этого всего, потому что я бы не смог с этим жить, как вы понимаете. Просто реально, в те времена, вот в лальках, вот в небольших магазинчиках, киосках, была большая мода на рабозверей, вот типа вот такого вот. Их было очень много, самых разноцветных. И черепашки-ниндзя вот более чем вот в такой форме, более такого размера у нас было не найти. Может быть, в каких-нибудь магазинах ядрушек, куда нужно было ехать более ближе к центру, может быть, в город. Вот. Но в киосках за небольшие деньги вот только такая вот черепашка-ниндзя могла быть найдена. И я этому был очень рад. Зато еще больше я был рад, когда тоже я уже помню, что пошел в школу в 95-м году. И примерно вот в то время, 95-96 год, мама мне еще и купила машинку черепашек-ниндзя. Вы представляете? Да, это была не та машинка, которую продавали в Штатах, в официальном комплекте, со всякими там наворотами открывающимися дверьми, съемными пушками. Нет. Это была просто такая, такой пластметалла, закругленный и скрепленный вместе и приделанный к дну с колесиками, который был просто раскрашен различной символикой черепашек-ниндзя под цвет их желтого фургона. Это была, видимо, наша отечественная игрушка, произведенная где-то неподалеку. И это было очень круто, потому что наконец-то, вот хотя бы вот в таком виде, в виде вот этой машинки у меня появилась своя, хоть какая-либо, какая игрушечная коллекция черепашек-ниндзя. Но нельзя обойти вниманием, тоже еще один момент, который меня сначала очень обрадовал касательно игрушек-черепах, а потом огорчил, потому что на новый, по-моему, 95-й год мне Дед Мороз подарил черепашку-ниндзя на мотоцикле. Но эта черепашка-ниндзя была на вид реально, как вы знаете, те самые пиратские изображения черепашек-ниндзя на катле Джак Дэнди, которые вроде бы той же антропоморфной формы с панцирем, тоже зеленые, но какие-то совершенно не ниндзя. И вот она была примерно из той же самой серии, у нее был трехколесный мотоцикл, который, кстати, был инертный, его можно было отводить назад, потом он быстро ехал вперед, и у этой черепахи, если снять ее с мотоцикла, руки были в два раза длиннее, чем ноги. И я просто не представлял, как можно ей нормально играть, представлять, что это черепашка-ниндзя, которая дерется со Шреддером и со всеми остальными гадами. Это была реально какая-то хераловка. понимаете, и я просто от нее отцепил мотоцикл и чаще играл мотоциклом, чем черепашка-ниндзя. Поэтому, когда у меня появилась хотя бы вот такая вот интерпретация, это было хоть как-то больше похоже на то, что я видел в мультфильме. Вот, помимо игрушек и мультфильмов про черепашек-ниндзя можно было в те времена уже довольно неплохо почитать. один мой дружбан, которого вы многие знаете, его зовут Влад, у которого было все, чего не было ни у кого, разжился как-то первыми пятью номерами комикса черепашки-ниндзя, которое издавало издательство Махаон с 94-го года и, по-моему, до самого конца 90-х. И самый первый раз, когда я их у него увидел и выпросил себе напочитать, я помню, что он дал мне вот этот вот самый первый номер, который повторял одну из серий первого сезона мультсериала, в котором, собственно, были даны отличные профайлы в черепашкам-ниндзя и именно из этих профайлов мне и удалось узнать, кто из кто и, наконец-то, раз и навсегда запомнить имена каждой черепашки и больше их никогда не путать. Вот. И к моему большому последующему сожалению, когда я отдал ему первый комикс, я его с того всем почитал, у него появились и остальные, которые я мне тоже показывал, и куда-то вот именно самый первый номер вот этот у него исчез. Он его не мог найти, я ему все напоминал, говорю, Влад, ну ты помнишь, был самый первый крутой номер, там были прям даны вот профайлы, но я их не назвал профайлы, странички, на которых были описаны «Черепашка Ниндзя, очень кайфу почитай, пожалуйста, найди». Он его искал, дома не нашел. Вот. Вместо этого он неоднократно давал мне второй номер, где было знакомство с Бакстером Стокманом, третий номер, в котором падает на землю осколок глаза Сарната, вот, пятый номер, в котором, собственно, идет знакомство с Монреем, и это был уже, получается, самый первый комикс, в котором, изначальный комикс отошел от мультсериала и начал издавать свои собственные истории. Вот. И помню, что вот этот вот комикс, который завершает историю глаза Сарната, в котором черепашки уменьшаются, потом Эйприл их увеличивает, и Сплинтер эпично дерется со Шреддером около конвейера, который печатал сырные брюкеты. Этот номер тоже был очень крутым, и он тоже у него куда-то пропал со временем. То есть, вот первый и четвертый номер пропали с концами, и получается, что все, что я мог у него брать на почитать, это вторую часть самого первого возвращения Шреддера и первую часть глаза Сарната, то есть, ни одну из историй не мог дочитать до конца. Это было очень грустно, но это, собственно, что у нас было, тому мы и радовались. Но хорошо, что впоследствии году в 96-м мой брат, один из братьев, которые жили в Крыму около Симферополя, однажды в присланном подарке через родственников передал мне вот такую необычную интересную книжку. Возможно, кто-нибудь из вас ее узнает, как написано сзади, это Днепропетровское издание, книжки про Черепашу Книся. Красочная, тонкая, надо сказать, с очень неплохими артами, хотя в середине, знаете, серединка наполовинку все-таки относительно художеств, но в этой книге полностью описывался тот самый полнометражный мультфильм «Приключения начинаются», из которого, в который были склеены первые пять эпизодов первого сезона мультсериала, о чем, естественно, я не знал. Вот, и он был своего рода предысторией, комиксом, это было очень круто, я в нем реально узнал тот самый мультфильм, который, к сожалению, кроме как по Териксу, больше по телевидению не показывали, вот, и я отсюда помню, что переводил немало крутых картинок, вот, например, эпичный Леонардо, как он дерется с футовым солдатом, еще здесь была какая-то картинка, сейчас самую найду, а, да, вот этот вот Крэнк, его я тоже переводил неоднократно, прям реально этот и босс, потому что в том моменте я уже играл в игру на Денди, но я об этом чуть позже расскажу, и для меня это прям иллюстрировало того самого босса, с которым я бился на Терендроме во второй части черепашек, и ни хрена не мог его забить, вот, и получается, что вот эта самая книжка и вот эти три номера долгое время были моим единственным чтивом про черепашек Низер. Комиксы Махаона продолжали издаваться до самого конца 90-х, и они стоили, надо сказать, недешево, их и в продаже было найти непросто, вот, но даже если они и были, стоили они недешево, и все, что в свое время смогли мне купить родители из комиксов Махаона, это вот эти четыре номера, которые выходили как раз таки сразу после Мэнрея, сражение на пенковом астероиде в межгалатическом турнире, рецидивисты шизолеты шарика за ролик, которые прибыли на землю после этого, потом такая спин-офф история о том, как черепашке встретились Арчи, комиксы про Арчи, кстати, тоже уже тогда встречались у моих друзей, и завершала это все очень необычная история про корабль призрак, в которой была, как вы помните по моему фильму Один день совершенно упоротая рисовка была, это была очень крутая история, очень атмосферная на самом деле с этой тайной пиратского корабля, с этим проклятием, с призраками, но рисовка была просто мама дорогая, я смотрел на нее и не понимал, как вообще можно было так нарисовать черепашек ниндзя, вот, но тем не менее в конце было дано тоже классное продолжение истории про доисторического мутанта мамонта, где черепашки были очень круто нарисованы, я с удовольствием его перечитывал, вот, и вот этот вот четвертый номер, это кстати как раз-таки единственный сохранившийся из всех комиксов, которые были у меня в детстве, действительно тот самый, который был у меня, его спасло то, что, когда я немножко подрос, мне исполнилось может быть лет 9, я подарил его своей троюродной сестре, которая была примерно моего возраста, просто мне нечего было ей подарить на день рождения, ей подарил пачку комиксов, среди которых был вот этот вот номер черепашек Ниндзя, и к моему невероятному счастью, спустя 15 лет, или может 12, выяснилось, что у нее сохранились из тех комиксов, сохранился только вот этот вот номер, когда я все-таки уже все, подвинулся на ностальгии по детству, начал искать свои старые, поднимать старые связи, старые вещи, и у нее, по моей просьбе был обнаружен вот этот вот номер про пиратский корабль, я был просто нереальным востоком от того, что он сохранился, потому что из всего того, что есть у меня из комиксов, а у меня на секундочку тут как бы как бы есть уже все, все 30, там, не помню, 38 номеров, или 35, по-моему, 38, вот они все здесь, они все на месте, и я их все нашел уже благодаря интернету много лет спустя, и очень здорово, что хотя бы один из них, один из всех комиксов в этой моей коллекции у меня тот самый родной, купленный мне мамой в 90, по-моему, 5, или может, 6 году. ну, как говорится, не комиксами едиными, черепаха мания никогда бы не была такой обширной в нашей стране, если бы дело ограничивалось только комиксами, я думаю, вы помните прекрасную историю про замечательные книги черепашек низов издательства Минск, меня это безумное бакханалие, к сожалению, не обошло стороной, но, к счастью, мне в детстве досталась не самая плохая, не самая упоротая книга из всей этой безумной серии, это была книжка Черепашки-Ниндзя и Магический кристалл, одна единственная книга из всех этих, которую я видел в те времена, я понятия не имел сколько их, мне ее как-то тоже подарила мама в году в 96-м, и я должен признать, что прочел ее в те времена с удовольствием, это была действительно история, хотя бы про Черепашек-Ниндзя там фигурировала Эйприл, там вообще по сюжету, короче говоря, Эйприл посещают, отвозят на какой-то тропический остров, Черепашка-Ниндзя отправляются ей на спасение и вызволяют ее из лап каких-то аборигенов, которые уж там вот знает что хотели с ней сделать, это была даже полудетективная история, там был персонаж, который сначала вызвался им помогать, а потом, короче, он всех предал, там была кровь, там реально на страницах были картинки, где аборигены, по-моему, приносили какую-то жертву, у меня, к сожалению, Тетлинг сейчас нет, чтобы показать, но я думаю, и так нормально будет, и, короче говоря, на фоне комиксов и мульдиков про Черепашек, это читалось действительно как-то более взросло, я должен сказать, что здесь вот, среди вот этих вот всех комиксов про Черепашек-Ниндзя были такие, действительно, которые были действительно с таким взрослым уклоном, например, вот эта замечательная трилогия про Черепашек из будущего, где рассказывается про постапокалиптические времена, когда землю затопило, уже умер учитель Спринтер, Рафаэль там остался без глаза, было довольно мрачно и очень цепляло, надо сказать, и вот та самая книжка про магический кристалл, она была вот чем-то таким взрослым, чем-то серьезным, действительно, очень неплохое оказалось чтиво, и поэтому, слава Господу, что меня не постигла участь, которую, я уверен, постигла многим из вас, и я не застал такие произведения, как «Чародей Зеленого острова», или там «Баркула фон Гарт», или какие-нибудь космические шары блестящие, ну, в общем, опустим эту историю, опустим и слава Богу. Вот, это что касается чтиво, что касается вообще, как бы вот этой вот сферы, из которой можно было подчеркнуть какую-то информацию про эту замечательную «Зеленую четверку», но помимо чтиво, естественно, у всех была Дэнди, у всех, у многих была Сега, и не обойти стороной игры, которые были про «Черепашек Ниндзя», я, конечно, тоже не могу, вот, а было, собственно говоря, все, вот, например, «Черепашки Ниндзя» Retro All The Shredder на Сегу, это была вообще первая игра, которую я увидел в жизни на Сегу, это было совершенно мимолетно, буквально на 5 минут в игровом зале в нашем магазине, который был неподалеку от дома, где ребята просто играли в Сегу за деньги, и там на экране был первый уровень в канализации этой игры, и я просто охренел, и думал, что это реально мультик, который можно управлять, но довелось поиграть мне в эту игру, к сожалению, уже много позже. А на 3-е было все, была первая часть вот на этой многоигровке с Карновым, была вторая часть, была прекрасная третья часть, и была еще и четвертая, тот самый Tournament Fighters, который, как и третью, я в основном играл вот на вот этом вот шестиигровом сборнике, который мне однажды подарил Илюха, и здесь, да, «Черепашка Ниндзя» 3, мало того, что с этой ужасной картинкой, так еще и она непроходимая, с этим великолепным незабываемым неубиваемым шреддером, вот. Но я, на самом деле, по-моему, никогда не рассказывал, как мне однажды удалось преодолеть эту чертову заковыку с неубиваемым шреддером, дело в том, что вот на вот этом картридже, который от фильма «Дэнди» появился у меня много позже, на самом деле версия нормальная, но мне в детстве не попадалась такая, увы. Мне попадалась версия с неубиваемым шреддером не только на этом картридже, была еще у одного друга тоже, где ее тоже нельзя было никак пройти, там были игры ЧПДЛ 2, был Код Ферекс, и четвертую игру, я, к сожалению, не помню какую, но там хотя бы можно было выбирать некоторые уровни, там была такая менюшка, то есть, как бы, представьте, четыре игры, Тортл 3, ЧПДЛ 2, Код Ферекс, что-то еще, а дальше по номерам идут, значит, Тортлс B, Тортлс C и Тортлс D, и вот эти самые B, C и D, они соответствовали некоторым уровням в этой игре, я точно помню, что уровень C соответствовал, по-моему, канализации, а уровень D соответствовал уровню на крыше, может быть, лифт, а может быть, крыша, я не помню, хотя, я на самом деле могу путаться, дело было очень давно, еще где-то во второй половине 90-х, и может быть, там уровень C был, может быть, уровень лифта, а уровень D последний технодром, но я точно помню, что мы с другом, когда проходили эту игру, мы делали как, мы доходили до шредера, от начала, от самого первого уровня, естественно, мы не могли его убить, он нас валил, но мы делали вид, что типа мы его прошли, ну мы бы его прошли, конечно, мы бы его прошли, и мы просто сбрасывали картридж, и выбирали, значит, следующий пункт, тортлс C, или тортлс D, ну короче говоря, тот самый, который соответствовал последующему уровню, уровню лифта, когда на лифте, значит, черепашки поднимаются на крышу дома, оттуда уже попадают в этот самый воздухоплавающий технодром, вот, и мы начинали с тремя жизнями, с тремя кантами, вот с уровня на этом лифте, и с него на тренере проходить игру, начиная именно с него, до самого конца, забивая супершреддера, таким образом, мы, в принципе, были более-менее удовлетворены тем, что мы хоть как-то научились эту игру проходить, но очень хотелось сделать это с самого начала, к сожалению, ни он, ни я не ведали о том самом Konami коде, который открывал дополнительную менюшку в игре, где можно было выбрать не только сложность, но и начало с любого уровня, нет, мы сделали немножко иначе, спустя какое-то время, когда мы уже натренировали проходить эту игру, он у одного своего приятеля, который звали Эдуард, но мы его называли всегда Эдин, Эдуард, если ты смотришь, это твое здоровье выплю за тебя черепу, вот, у него была замечательная двухигровка, на ней был Аладдин 2 и на ней был Черепашка Ниндзя 3 были, и вот на этой замечательной двухигровке в именах персонажей мы заметили такую закономерность, там буковки М и К были почему-то поменены на буквы Х и З из-за этого в именах персонажей, в именах черепашек, например, Майка звали Ксайз, вот, и это как бы сразу намекнуло на то, что версия какая-то не такая записана на картридже и действительно в начале игры в этой версии давали самозу 9 жизней, ну, по крайней мере было написано, что их 9, но когда мы начинали их тратить не совершенно не экономия энергии на суперударах, мы заметили, что жизни-то они уменьшаются и как было 9, их там 9 и остается и мы такие, о, так это бессмертие, все, чувак, погнали, короче, всех валить суперударом, даже забудь про кнопку Б, просто вертушка наша, все, и вот так вот мы проходили уровень за уровнем трача кучи жизней и мы дошли до Шреддера и мы его, черт возьми, убили первый раз в жизни и это случилось, это было прекрасно, но жизни оставалось все-таки меньше, в какой-то момент они начали тратиться, их было уже 8, уже было 7, 6, и, короче говоря, мы поняли, что нет, наверное, мы зря так пошли в разнос, давай-ка мы начнем сначала и попробуем аккуратнее играть, тем более игра на тренинг, и мы смогли сделать так, что мы не тратили жизни в первых уровнях вообще, но там вскрылся такой подводный камень прекрасный, что если ты зарабатываешь жизни, не тратя их, и я не помню, сколько там ты должен их заработать, одну, две или три, но в какой-то момент после следующей заработанной жизни, внезапно, и жизни становится ноль, то есть очевидно, что там был какой-то предел в количестве, сразу там пираты поставили максимум по количеству, и если ты его превышаешь, они у тебя просто обнуляются, и мы такие, да какого черта, мы пройдем эту игру нормально уже или нет, давай сбрасывать опять, а времени-то уже не хватило, все, ему надо было идти домой, он забрал кари, сказал, давай завтра приду, нормально пройдем, я говорю, все, забили, вот, до следующей день он приходит, и мы такие, так, окей, нам надо сейчас, короче, немножко, немножко жизни потратить, там, ну давай, там, ну 5, там 6 потратим на супер, а потом будем их зарабатывать, и пройдем всю игру, ну сказано, сделано, вот, это не составило большого труда, но просто, блин, это, это только, вот реально, на нашей дыне могла быть такая история, когда ты даже, если ты тратишь жизнь, ты умираешь, и если ты не тратишь жизнь, ты, блин, тоже умираешь, ну серьезно, вот, и мы все-таки прошли эту игру впервые в жизни, от начала до конца, на этом долбанутом каринке, и нам очень не хотелось его отдавать Эдику, но рано или поздно все-таки мы это сделали, вот, и после этого найти нормальную версию игры на картридже, которую можно было пройти, по-моему, я не смог вот до тех пор, пока не попался мне вот этот вот одноигровый экземпляр, который мне прислал кто-то по интернету, возможно, это был старинобонус с сайта mln.net, а может быть, кто-то другой, но тем не менее, спасибо ему огромное, он отлично работает. Чем еще были богаты 90-е про черепашек ниндзя, помимо игр, комиксов и мультиков? Во второй половине 90-х годов у нас в продаже появился вот такой замечательный альбом для наклеек от компании Непонинния, которую передавало наше издательство Драфа Премьера. Мне его подарила мама в самом начале 97-го года, и с того самого момента, начиная, я старательно пытался собрать всю коллекцию наклеек для этого журнала. Собрать всю коллекцию терминатора, как вы знаете, мне не удалось, с того момента их уже практически перестали продавать, я переключился на что-то другое, но собрать эту коллекцию было еще сложнее, многократно, потому что, во-первых, здесь количество наклеек превышало терминаторских раз так в пять, здесь, по-моему, около 250 номеров необходимо собрать, чтобы заполнить весь альбом, но продавали эти наклейки в пачках по 6 штук, и эти самые пачки стоили, ну, примерно, как, может быть, один сникерс, или, может, две трети цены от сникерса, ну, короче говоря, это было удовольствие недешевое, но первые, наверное, вот полгода, когда альбом был совершенно пустой, и моя мама тоже таким прониклась интересом к тому, что удастся или не удастся, сколько же будет попадаться новых наклеек, и она мне покупала каждую неделю по одному, или, может быть, по одной, или, может быть, по две пачки, вот, и первое время действительно, прям, дело шло очень хорошо, альбом заполнялся, было очень много разных наклеек, здесь в середине, кстати, есть еще, был еще плакат, который было заполнить сложнее, потому что там были только особенные серебристые наклейки, и в одной пачке непременно была всего лишь одна серебристая наклейка, а помимо плаката и так было в альбоме немало, вот, например, изображение Ирмы, и всех ключевых персонажей, которые были в мультсериале, в мультсериале, и где-то, может быть, собрав альбом на две трети, дело реально застопорилось, потому что в каждой новой пачке дошло того, что мама покупает мне новую пачку наклейка, там все наклейки повторные, у меня была дома такая вазочка, довольно глубокая, типа, салатница, которая стояла в серванте, и я складывал в эту вазочку короче все повторные наклейки в надежде, что может быть когда-нибудь мне удастся с кем-нибудь поменяться на них или может быть продать кому-нибудь, вот, мне получается было тогда всего 9 лет, чтобы вы понимали, вот, и реально со временем эта вазочка заполнилась примерно наполовину, представляете, там было, наверное, номеров 40 вот этих вот повторных наклеек, из которых самих повторных наклеек бывало там по 5-6 штук одинаковых, и я понимал, что, блин, по кайфу собрать, но мама уже мне как бы, ну, стала намекать, что, ну, это дорого, то есть, нет результата, мы тратим деньги, результата нет, а деньги, вы понимаете, 97-й год, это бы раз 98-й, считайте, перед дефолтом, это было совсем все плохо с деньгами в стране, вот, и я с грустью понял, что, наверное, от людей придется отказаться, но, все-таки, внезапно какая-то надежда появилась, потому, что аналогичный альбом с наклейками появился у моего друга Илюзии, примерно во второй половине 90-х годов, до 97-го года, вот, этот альбом был практически такой же, как мой, это не его альбом, чтобы вы понимали, если что, просто, для наглядности их было два издания, сравните, вот это вот было первое, где прям написано по-английски Sticker Album, а здесь просто есть логотип наклейка и больше ничего, внутри они практически ничем не отличаются, разве что на первой странице в моем альбоме было написано про конкурс, а здесь, по-моему, просто какое-то вот описание того, как и что, короче, с этим альбомом делать, вот, и у Илюзии тоже начали появляться наклейки, и к моему удивлению начали иногда появляться наклейки, которых у меня не было, и вот периодически у нас стала с ним возникать примерно такая ситуация, что на больших картинках, которые состояли из нескольких наклеек, например, из четырех или из двух, в его альбоме были те части, которых не было у меня, а у меня, наоборот, на этих же самых картинках были те наклейки, которых не было у него, и мы стали с ним договариваться, что мы будем отклеивать из какого-нибудь альбома недостающую наклейку и переклеивать в другой, чтобы добиться полноты картины, вот, но вместо этого, как бы, взамен тот, кому переклеили более полную картинку, более довершающую общую вид к наклейку в альбом, он должен будет отодрать какую-нибудь другую ненужную ему наклейку, ну, никак не нужную, они все были нужные, но не те, которые составляли большие изображения, например, одинарную, которой у кого-нибудь не было, и я помню, что мы, ну, как минимум несколько раз, когда покупали новые наклейки, потом Илюха притаскивал ко мне свой альбом, мы сидели, сравнивали, мы несколько раз отклеивали из его альбома наклейку, чтобы переклеить в другой и получить хотя бы там на две трети собранное изображение, да, или на три четверти относительно, четырех, вот, и вместо этого, как бы, тот, кому переклеили наклейку, должен отодрать какую-нибудь одинарную и отдать ему, тоже, но мы выбирали более-менее так, что смотрели по страницам, где наиболее остро не хватает какой-нибудь одинарной наклейки, если она была у тебя в альбоме, то ты уж, братан, не скупись, аккуратно ее отклей и наклей туда. Надо сказать, что с этим особо не было проблем, потому что вот этот вот колей, на который сажались наклейки, он реально первые пару месяцев держался так, что они были очень эластичные и можно было, учитывая, что бумага такая глянцевая, можно было аккуратненько за уголок потянуть и он не тянул, как бы не отрывал куски и аккуратненько отклеивалось целой наклеечкой и ты ее приклеил в другой альбом. Единственное, конечно, после этого она иногда теряла клейкость и надо было немножко подмазывать клеящим карандашом, но по крайней мере тогда, когда мы это делали, мы это делали с расчетом, что мы больше не будем обратно эту же самую наклейку из этого альбома переклеивать в другой. Вот, и короче говоря, это нас тоже, к сожалению, не шибко спасло, потому что ему вообще мама перестала очень скоро покупать наклейки и у него альбом был даже наполовину не заполнен, то ли дело у меня. Вот, и я начал думать, блин, ну как бы, знаете, вот стоял у меня на полке этот альбом и вроде как бы при взгляде на него круто, что такая штука есть, да, в коллекции, но все равно среди его сопутствовала какая-то грусть от того, что ты понимал, что ты не соберешь его до конца. Ты так и будешь на него постоянно смотреть и постоянно думать о том, что, блин, наклеек не хватает, все дорого, не получается и как-то он больше приносит не удовольствие, чем удовольствие. И я, короче говоря, одно время вообще пытался его продать, я прям вот так вот открыто садился на улицу, на пристройку перед домом в летний день, держал в руках вот этот альбом, короче говоря, и здесь приклеивал записочку, типа, продам хорошие руки наклейку или альбом, то есть я был готов какую-то наклейку из альбома отодрать там за сто рублей, чтобы купить такую жвачку, или я готов был там, не знаю, за сколько там, тысяч, за десять, за двадцать рублей, я готов был продать вот целый, целый журнал. Но максимум, что тогда мне удалось это, по-моему, отодрать одну дистину наклейку, я помню, ко мне подошла какая-то девочка незнакомая, прочитала, говорит, а что за наклейка, и она, наверное, никогда и не видела. Я ей показываю, что вот смотри, у меня наполовину собранный альбом, это, короче, про черепашек нельзя, она была в курсе, слава богу, про черепашек нельзя, она говорит, и что ты, типа, можешь продать какую-то наклейку? Я говорю, ну да, я могу тебе отклеить любую, и ты можешь ее забрать домой там за сто рублей. Я, значит, смотрела, выбирала, выбирала, и выбрала какую-то блестяшку, и такая, ты точно ее сможешь отклеить? Я говорю, спокойно, подруга, вы не представляете, ты не представляешь, у кого у меня был опыт по отклеиванию со шкафа наклеив терминатора? И я такой сел, а ноготком поддел, и давай так аккуратненько, оп, оп, вот, даже смотрите, даже сейчас получается, но я не буду. Вот, аккуратненько пошел, 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 оп, и все, и вот она, я говорю, ну вот, с тебя сто рублей забирай. Я такая, ладно, дала мне сто рублей, сама, короче, забрала наклейку, и я потом сидел еще несколько часов под жарким солнцем, парился, потел, но больше ничего не продал. И в итоге я забил на эту, на эту авантюру, и весь этот альбом подарил своему другу Владу, у которого в тот момент были аналогичные альбомы с наклейками по Тому и Джерри, и Белоснежке, и я помню, что Тому и Джерри, у него на удивление был собран весь, ну, ему просто родители больше денег давали на все, вот, а Белоснежку, и мне хватало, по-моему, четыре номера, к которым они так не попадались, вот, и он долгое время у него хранился, я иногда к нему приходил в гости, и видел, что этот альбом стоит среди других, я его даже иногда брал просматривать, но куда он делся впоследствии, мне уже, к сожалению, неизвестно. Вот, но тем не менее, я не расстроился сильно, потому что спустя, там, еще лет десять, у меня так и появился третий, еще один альбом, но этот альбом уже, как вы догадываетесь, абсолютно полностью собран, здесь есть все, включая даже, вот, смотрите, плакат черепашек, который был, из него вытернут, заполнен наклейками, а потом аккуратненько, обратно, даже не знаю, как это слово подобрать, аккуратно, вцеплен, вот этими скрепочками, полностью собранный, здесь тоже есть, вот, этот альбом, как и, собственно, альбом, с другими наклейками, изжевательных резинок, различных, тоже подарила, та же самая подруга, за что ей большое спасибо, если она меня слышит, вот, я его бережно храню, и вот, он мне, по крайней мере, доставляет удовольствие, когда я на него смотрю. К началу 2000-х, к сожалению, по телевизору, сам мультсериал про черепашек Ниндзя, я уже очень давно не мог застать, потому что, Теле-Х прекратил свое существование, во второй половине 90-х, а более не по одному каналу я черепашек Ниндзя не видел. Единственное, что помню, когда в один из приездов в деревню, в раннее субботнее утро, в какое-то, не помню год, не помню совершенно, но помню, что внезапно по каналу НТВ я наткнулся на серию черепашек Ниндзя, которую раньше не видел, собственно, серии второго сезона про глаз Сарната, в совершенно неизвестном мне переводе, вот, и вот тогда эту серию одну я посмотрел и больше не видел по НТВ ни одной. И долгое время потом думал, что что была за серия, почему только одну показали, или я, может, что-то не знаю, вот, но со временем у нас на кабельном телевидении появился новый канал, канал РЕН-ТВ, это было в начале 2000-х, я не помню конкретно точно год, может, 2001-й, я помню, что почему-то у нас как, у нас дома было два телевизора, один был на кухне, один был в комнате, и тогда это были еще старые телевизоры, старый Фотон, старый, вот этот мой, черно-белый телевизор, электроника маленький, то есть, скорее всего, это был 2000-й год, вот, и я помню почему-то, что в комнате я старательно пытался настроить на какой-нибудь кнопке этот самый РЕН-ТВ, но он не настраивался, и на кухне он почему-то тоже не настраивался, а вот у моих друзей, кто жил со мной по соседству, у них этот канал был, и вот именно у кого-то из друзей я случайно, ну, может быть, у Илюхи или у Влада, я случайно увидел, что есть такой канал РЕН-ТВ, и по этому каналу, черт возьми, вечером, ну, где-то в районе 5-6 часов вечера, вдруг идут черепашки Низия, те самые черепашки Низия, которые я помню с 35-го канала, и я такой, блин, все, братан, я понял, короче, завтра я настрою у себя этот канал, и буду смотреть, наконец-то я дождался, но не тут-то было, почему-то при попытке настроить на обоих телеках, нифига, РЕН-ТВ не ловился на кабельном, это было очень странно, вот, и что оставалось делать, я решил попытаться настроить его на антенне, у моего маленького черно-белого телека электроника в комплекте шла такая антенка, она была и метровая, и дециметровая, то есть, вот, например, самый металлический вот этот вот штырь, он ловил метровые каналы телескопические, а на него еще цеплялась такая малюсенькая коробочка, буквально как спичечный коробок, и из нее по кругу вот так выходила еще одна антенна, так, кругом, знаете, вот, таким металлическим, и она как бы цеплялась на этот вот самый телескопический штырь, и это было как бы два отдельных кабеля, то есть, от метрового один кабель, от дециметрового другой, я попробовал поймать на метровом, и РЕН-ТВ нифига не получилось, но потом я включил, короче, дециметровую антенну, и вдруг, о чудо, я увидел очень слабо проявляющийся в правом верхнем углу на заметный белый логотип РЕН-ТВ, и вот такой, все, отлично, на верном пути, сейчас мы будем, короче, с этим телеком искать самое подходящее место в квартире, откуда ловят лучше всего, и я нашел такое в комнате, у окна, на столе, где я обычно лечил уроки, и все, все, вот это вот, вот, и поэтому я каждый день носил этот телек в комнату, ставил на стол в 5 часов вечера или около того, настраивал через дециметровую антенну РЕН-ТВ, и там он действительно показывал неплохо, то есть, все было видно, и все было слышно, да, была какая-то небольшая ряда, какой-то снежок, но самое главное, что все видно, и все слышно, и я вот этим вот образом каждый вечер будних дней, того самого 2000-го, получается, года, я смотрел старые серии мультика Черепашки, Ниндзя, и вот позднее, видимо, начался повторный показ на РЕН-ТВ, может быть, я что-то путаю, может, это было уже по ТНТ, но у меня это, как-то, знаете, не разграничивалось, я помню, что я вдруг наткнулся на тот самый перевод, который видел по НТВ вот тогда в деревне несколько лет назад, пару лет, оказалось, что в таком переводе были сделаны те самые сезоны Черепашек, которые они показывали на Дважды Два, и, соответственно, не показывали на 35-м канале, перевод был питерский, и я помню, что там как-то очень, знаете, так, ну, не сказать отвратительно, но отвратно Александр Баргман озвучил Крэнга, ему наложили какой-то странный фильтр, и у него был совершенно неестественный голос, и такой какой-то немного грейский, я бы даже сказал. Вот они. Почему ты смеешься? Потому что я люблю смотреть на страдания людей и животных, а вы, друзья мои, те и другие. В общем, в этом переводе я пытался посмотреть мультсериал, но что-то меня совершенно не цепляло, тем более серии были незнакомые, какие-то, ну, довольно странные. Мне хотелось вот старых добрых черепах, которые я помнил из детства, поэтому эти сезоны прошли, и начались снова вот те самые четвертый, пятый, шестой, европейский, которые я очень любил. Я вот так вот какое-то время смотрел, настраивая каждый день на антенне черепашек-ниндзя, а потом нам купили новый телевизор, у нас появился телек LG, в комнате LG, на кухне маленький цветной телек, тот самый телек, когда мне исполнилось 14 лет, и я начал играть на приставку в цветном изображении, вот тогда уже не было проблем с тем, чтобы настроить РЕН-ТВ и все-все-все остальное. Вот, я помню, что вот где-то в году 2003-м самый последний показ мультсериала Старых черепах 87-го года, который я застал по телеку, был на канале ТНТ, тогда же показывали Sailor Moon, первые вот сезоны с дважды два, и показывали черепашек по ТНТ, по-моему, каждый день около полудня, вот, но я тогда на самом деле не особо любил вставать около полудня, я вставал где-то в час, может быть, полвторого, ну, когда не надо было в школу, как вы понимаете, да, вот, и я не так много сеть посмотрел, но никто из них зато даже смог записать на видах, у меня тогда появился видак, и я даже какие-то серии записал себе на видео, это было невероятно круто, вот, но это довольно быстро прошло, потому что на ДНТ все поменялось, началась, когда это непонятная мульт, начался вот этот вот пресловутый дом, потом дом 2, мультсериалы уже перестали показывать, но слава богу какое-то время показывали хотя бы Nickelodeon, там, Мэйр Нольфа, пошли детки, я там был очень рад, но по черепашкам я скучал, потому что я не все серии тогда уловил на РЕН-ТВ, не все серии видел по ТНТ, а на видеокассетах, даже несмотря на то, что у тебя появился видак, все равно ни у кого из друзей, знакомых не было этих кассет, интернет в то время еще не был настолько хорошо развит и настолько хорошо мной освоен, что я благодаря ему мог у кого-нибудь найти на ВХС какие-нибудь записи черепашек-ниндзя. Вот, и однажды просто случилось невероятное, где-то году, может, в 2005, или, может, в 2004, это получается спустя, ну, 3-4 года после последнего показа на РЕН-ТВ, я вдруг в телепрограмме на канал ТВ-3 вижу анонс, в понедельник в 7 утра или сейчас или в 8, ну, не важно, короче говоря, все равно очень рано для меня началась, значит, первая серия моего фильма Черепашки-ниндзя. Это была победа, это было очень круто, потому что у меня теперь новый телевизор, у меня теперь есть видак, и я могу даже попытаться записать все любимые серии Черепашки-ниндзя на видеокассеты, с этим не было по крайней мере проблем, и я был в предвкушении, я ждал наконец-то понедельника, когда же начнутся показывать Черепашки-ниндзя, я небывалый случай, я встал в 7 утра, еще на работу мои родители не ушли, но я был уже готов, у меня была припасена кассета, я вставляю ее в бедак, настраиваю ТВ-3 и жду начала, я жду начала, да, по-моему, все-таки в 8 утра начался мультик, потому что я встал раньше, и вот, наступает 8 утра, я нажимаю на запись и что я вижу? Я вижу вот это. Ну, сказать, что это просто как мне плюнули в душу, это не сказать ничего, это была такая обида, потому что я так долго хотел, наконец-то, нормально посмотреть Старую Черепаху, хотел записать их на видео, у меня была для этого, наконец-то, спустя много лет возможность, и тут на ТВ-3 начинается показ Черепаха-книзи, которых я никогда в жизни не видел, которые совершенно не так нарисованы, совершенно другая песня, и я просто, я их, ну, не сказать, что я их возненавидел, но я их страшно не взлюбил, потому что это было очень обидно, я ждал одного, мне подсунули другое, и черт возьми, короче говоря, вот именно из-за этой обиды из-за того самого дня, я до сего дня, до сих пор этот мультсериал 2003 года новый, так и не посмотрел, я несколько раз порывался, но всякий раз, вот знаете, вот этот садок в душе, он перекрывал желание ознакомиться с новой интерпретацией Черепашек, потому что, потому что она для меня представляется какой-то бездушной, я знаю, что она классная, что она соответствует оригинальным комиксам, но я думаю, вы понимаете, почему я спустя столько лет до сих пор мой сериал 2003 года не посмотрел, потому что это было очень грустно и обидно, вот, и с тех пор по телевизору больше никогда за все время, по крайней мере до тех пор, пока не появился новый дважды два, и там в середине там 2010-х, там или в начале 2010-х не начался наконец-то показ старого мультика, когда я уже вырос, можно сказать, да, 10 лет прошло, я до того самого дня больше никогда этот мультфильм в телесетке не видел, и разве что ближе там, ну, к концу нулевых годов мне удалось найти какие-то кассеты на ВХС по друзьям, я тогда активно стал заниматься оцифровкой мультфильмов для сайта, ну, для форума cartonsflybb.ru, и много туда кассет прошло через мои руки и с черепашками в том числе, поэтому я хоть как-то был удовлетворен кассетами, которые мне стали поступать, вот, но где-то вот реально а, ну да, кстати, в тот же самый период я, наверное, впервые посмотрел фильм Черепашки-ниндзя, тот самый, самый первый фильм, который был снят в 90-м году, он мне, кстати, очень понравился, он был довольно такой нуарный, довольно серьезный, я вообще любил в Черепашках вот эту претензию на серьезность еще с комиксов, я, кстати, не упомянул, что в начале нулевых, да, когда появился видак по РЕН-ТВ, показали вторую-третью части этого фильма Черепашки-ниндзя, то есть, очень странно, не показали первую, но показали вторую-третью, я просто сходу туда записал на видак, вторая часть мне понравилась, третья, ну, такое, вот, а первую часть долгое время не видел, увидел вот уже на DVD где-то ближе к 2010 году, так вот, что я хотел еще сказать, что фильм-то я посмотрел, а вот когда я решил заново пересмотреть мультсериал году, вот где-то вот в 2011-2012, когда уже как раз появился жар на Ютубе, когда он начал делать свои выпуски Туртель Пауэр, я этим очень вдохновлялся и думал, блин, кайф пересмотреть. И вы знаете, я обнаружил для себя, что по сравнению со всеми, со многими другими мультфильмами старыми, которые я любил, там, те же Человек-паук, там, Охотник из-за провидения, Мечи Падея, Лутина История, Черепашки-ниндзя 1987 года для меня проверку временем не выдержали. Я начал смотреть те самые любимые серии, вроде бы любимые, с детства, наслаждаться набрижом, но я стал в них замечать такие абсурдные моменты, которые я никогда раньше не замечал. И этих моментов в каждой серии становилось все больше, больше и больше. И я понял, что, наверное, я больше не могу их вот любить так, как я их любил в детстве. Как раз тогда начали снимать новые фильмы про черепах, начали снимать новые мультсериалы про черепах, компьютерные Нинклеводионовские. И я понял, что, наверное, вот на этом моменте для меня франшиза Черепашка Ниндзя, она как бы закончилась. Потому что все, что создавалось после, мне уже было совершенно, ну не сказать, что не интересно, но не мое. Как будто это, знаете, что-то из другого мира. Вот это вот все, что вы видите передо мной на столе, это все один мир, а сейчас вот где-нибудь есть такой же другой стол, на котором складированы новые переиздания комиксов, новые DVD с новыми фильмами, там, да, новые Blu-ray с новыми играми, может быть, с мультсериалами, и это все как-то в стороне от меня. И я понял, что Черепашка Ниндзя это реально та франшиза, которая для меня осталась в детстве. Она является одной из самых главных, неотъемлемых частей того, что я любил в те самые свои ранние годы, но сейчас она для меня имеет ценность только вот вот этим вот всем, что вы видите. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я рад хотя бы, что это коснулось для меня только Черепаха. Это не коснулось там, например, Чипа и Дейла, это не коснулось с охотниками с поведениями. Я с огромным удовольствием сейчас пересматриваю те же самые старые сезоны Сэллар Мун, я пересматриваю Человека-паука с тем же удовольствием, которое я смотрел тогда. А Черепашки, к сожалению, они для меня оказались уже чем-то более детским. И очень грустно признавать, что я из них, кажется, вырос. Но, тем не менее, все вот это вот, что вы видите, имеет для меня огромную ценность. И я думаю, что в будущем я расскажу вам что-нибудь и о других аналогичных вещах, которые будут, которые тоже имеют для меня огромную ценность. Покажу вам, расскажу, за что люблю и что у меня есть, но это только если вам будет интересно. В общем, на этом, наверное, мой Меморис по Черепашкам можно читать законченным. я очень, я правда очень надеюсь, что с ними все будет хорошо и что новое поколение тоже будет любить этот мультсериал, ну, новый, будут любить их героев, потому что герои классные, герои на века. И я очень рад, что вот в довершении всей этой истории у меня в руках даже имеется оригинальный комикс TNT Adventures, подписанный автором этого комикса, этого самого комикса вместе с Лэйрдом Кевина Истмана. Вот здесь вот, может быть, вам видно его такая вот роспись в виде Черепашки. Это реально отличная точка. Вот я получил этот комикс буквально пару лет назад и для меня, вы знаете, его приобретение реально стало такой точкой во франшизе Черепашки, точкой в моей любви к этим зеленым персонажам. Спасибо огромное Кевину Истману и Питеру Лэйрду за наше счастливое детство и спасибо огромное всем вам, что вы смотрели это видео и меня выслушали. С вами был Треноман, приятных вам воспоминаний, увидимся на канале Треномания очень скоро. Счастливо! 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 Продолжение следует...